9 сентября исполняется 4 года, как телеканал «Универсмотри» начал свое круглосуточное интернет-вещание. В честь этого события мы предлагаем вспомнить, как зарождалось студенческое телевидение КФУ и как мы стали единственным примером в полном смысле студенческого университетского телеканала в России. В 90-х годах в малой студии факультета журналистики КГУ зародился городской телеканал «Эфир». Однако с уходом канала на своей площадке об университетском телевидении надолго забыли. Все изменилось в 2010 году, когда ректор КФУ Ильшат Гафуров поставил задачу сформировать собственное телевидение с новейшим оборудованием. Оно позволило бы бывшему студенту, уже выпускнику, становясь сотрудником любой телекомпании, не только чувствовать себя достаточно комфортно в существующем телевизионном производстве, но и быть готовым к модернизации этих технологий. Так, в 2012 году университетский телевидение стал первым каналом в республике, кто начал круглосуточное интернет-вещание в новом для того времени формате Full HD. Кроме того, с 2015 года телеканал вошел во все пакеты, в том числе и пакет HD, крупнейшего кабельного оператора региона ТАТ-Телеком. А с созданием кафедры телевещания и производства в 2013 году в эфире стали появляться авторские студенческие программы, ток-шоу, скетчи и многое другое. Если в прошлые годы были трудности совмещения учебных планов и производственных потребностей телеканала, то эти противоречия получили свое разрешение, когда кафедра телевещания и телепроизводства наконец-то получила лицензию по обучению на специализации телевидения. Нельзя не сказать о том, что грядут большие позитивные перемены. Сейчас здание на улицу «Нужное» находится в режиме модернизации. На втором этаже ожидается ввод в эксплуатацию ньюсрума, мультимедийных лабораторий и телевизионного шоурума. Зал достаточно камерный, но вмещать сможет более 50 зрителей одновременно. Меняется не только инфраструктура, но и кадровый состав управления Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Так, в апреле 2016 года в должность директора школы вступил практик с большим опытом работы в медийной сфере Леонид Толчинский. Сегодня телевидение Казанского федерального университета представляет собой полноценный медиахолдинг, включающий корпоративный телеканал КФУ, круглосуточное студенческое телевидение «Универсмотри» и круглосуточное интернет-радио «ЮФМ». В интернет-вещании в YouTube у канала есть уже около 28 тысяч подписчиков и более 6 миллионов просмотров. Нет сомнений в том, что Казанский федеральный университет будет в числе лидеров подготовки специалистов СМИ и медиакоммуникации в России. По крайней мере, сегодня для этого есть все предпосылки. Диана Вакян, Универньюс.